Большой турнир и большая возможность для ребят из маленьких школ. Олимпик-арена на выходных снова стала местом встречи лучших игроков, представляющих столицу из шесть областей в Кубке Федерации. Любопытно, но в заявках команд из регионов значились представители минских школ, и это вполне объяснимо. Рекламент позволяет хоккеистам условной юности защищать честь области, в которой парень начинал заниматься хоккеем. Свой интерес на турнире есть и у судей. ФХВ на таких соревнованиях просматривает молодых и талантливых, и берет их в оборот, давая возможность учиться и расти. Номерной знак автомобиля, логотипы Филадельфии, Детройта, Адмирала на шлеме и фамилия Волк на спине. Не морской, хоккейный. На трибунах слегка смущенные родители, не привыкшие к камерам, специалисты, пересматривающие хайлайты прямо во время матчей, и совсем маленькие дети. Если поддерживать своих на льду, то всей семьей. Тяжелее всего, конечно же, мамам. Наблюдая за их мимикой и жестикуляцией, складывается ощущение, что они сами готовы выйти на лед, если бы была такая возможность. Стараюсь приезжать на каждое соревнование. В связи с тем, что он сейчас переехал в Минск, ему нужна поддержка, поэтому для меня это как шоу, когда мы приезжаем, болеем за своих ребят. Анна приехала на выходные из Могилева. Сын в столицу перебрался ранее. Шанс появился благодаря Кубку Федерации. Марк Холукомский пытается закрепиться в юности, но это не мешает ему защищать честь области в рамках турнира. Спрашиваем, не страшно ли было отпустить 13-летнего мальчишку в другой город. Вы знаете, что я сама в прошлом профессиональная спортсменка, поэтому я его уже готовила, и, соответственно, хотим вырастить чемпиона. Вы знаете, что, наверное, вот именно так, благодаря вот этим соревнованиям, и нас пригласили играть в юность, потому что играючи в своем дивизионе, ты иногда можешь и не проявить себя. Когда здесь выступаешь за свою область, ты, конечно, можешь себя проявить, здесь выбирают лучших ребят, и у них такой стимул, вы знаете, чтобы доказать, что они лучшие. Понять, какую команду поддерживает тот или иной болельщик, несложно. Нужно просто взглянуть на экипировку. В отличие от Анны Лукомской, Сергей Царьков переехал в столицу вместе с сыном. Могилевского парня заметили на Кубке Федерации и пригласили в школу «Динамо Джуниверс». Каждый любит, когда его хвалят. Неважно, ребенок ты, либо взрослый. Поэтому, если тебя зовут, ну, это, по сути, похвалили тебя. То есть, здесь все просто. В раздевалках, естественно, своя жизнь. Команды настраиваются на матчи, судьи разбирают важные эпизоды. Игры «Беларусь-кали» и Кубка Федерации обслуживают молодые арбитры, но расти они будут только тогда, когда есть практика и конструктивная критика. Ну, твое движение, оно, как бы, ну, не то, понимаешь? Основная проблема – это дефицит кадров для обслуживания открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею шайбой. Соответственно, нам нужно готовить новых судей. И благодаря Кубке Федерации мы привлекаем молодых, назовем их, судей-стажеров. В основном, это ребята, линейные судьи до 20 лет. Они волнуются, переживают, кричат. Тренеры, родители, трибуны. И порой им тяжелее, чем хоккеистам, потому что давление, конечно, колоссальное, к чему они большинство еще не готовы. Камера GoPro отлично передает настроение и эмоции на льду. Здесь все по-взрослому. Да, разгромные счета случаются, но без борьбы со льда никто не уходит. Осторожно, я здесь стою. Так, 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 так. Отработать матч хорошо для арбитров важно. Следят здесь не только за молодыми хоккеистами, судьи тоже под прицелом. После каждой игры судья получает карточку о том, как он провел игру, и рейтинговую оценку. И на основании этой оценки, по окончании сезона, судья будет приглашен на сборы к судям профлиг. С середины сентября ребята открыли новый сезон Беларусь-Калий, Кубка Федерации, и рубятся друг с другом. Доказывают состоятельность своей области. А еще пытаются добыть себе место под солнцем. Прогресс – штука такая тонкая, она неизбежна без регресса. Кто-то сбавляет, кто-то добавляет. В принципе, как и везде, невозможно постоянно прогрессировать. Ну, для этого и постоянная текучка создана в команде, чтобы тот, кто подрасслабился, не занимал чужое место. Это своеобразная школа выживания. Дал слабину, не доработал, на твое место уже претендует другой. Более сильный или работоспособный. Пока они играют на зачетку. Но в будущем эта зачетка поможет подписать хороший контракт. Мне очень повезло с моими партнерами по команде. Парни молодцы вообще играют в пас. Очень приятно вообще с ними играть. Арсен Кульчицкий вообще великолепный партнер. Нет, это не пустые слова или дифферамбы. Такая речь молодого игрока – показатель культуры и воспитания. В 13-14 лет многие выпячивают себя, но этот парень молодец, отмечает партнеров. Не по годам рассудительные и умеющие анализировать. Здесь о них учатся многому. В первую очередь в спортивном плане. Конкуренция большая, особенно Брестская и Минская область. Парни хорошо играют, стараются. Но вот с ними у нас бывают сложности. Со всеми всегда приходится бороться, понятное дело. Ну, а так мы стараемся. Ну и получается выигрывать. Конкуренция на уровне Беларусь-Кали и Кубка Федерации высокая. А представлять область – большая честь. Это почти сборная Беларуси в их восприятии только в миниатюре. Кубок Федерации – это, в принципе, инструмент для подбора игроков в сборную. И да, как бы есть постоянно на глазах весь этот материал, который играет и доказывает свое место. Отличный формат для того, чтобы потом из них формировать сборную. Естественно, парни, которые играли за свой регион в 2023-м и не вызванные спустя год, переживают. Когда тренеры оглашают списки, это всегда волнение. Спорт дает большой шанс, и этим шансом нужно пользоваться. Все переживают, все хотят попасть, потому что вроде бы как это тебя заметили. То есть тебя обратили внимание, и значит, ты идешь в правильном пути. Если не позвали, ну, значит, надо работать дальше. Не улыбьте радостные! Чиз! Ну, улыбайтесь! Ну, как будто проиграли 20-го. К своим победам они относятся спокойно. Несмотря на важность и значимость в турнирах, это лишь маленький шажок в становлении. Никакой эйфории. Условия, которые создает Федерация Хоккей Беларуси, близки к идеальным. Важно с умом воспользоваться своим шансом и постоянно работать. Субтитры создавал DimaTorzok